Всем привет! Минимализм стал огромной и неотъемлемой частью моей жизни. И в этом видео я бы хотела рассказать о своих ошибках на самых начальных порах пути к минимализму. Первое. Жесткий самоконтроль и ограничения во всем. Когда ты только заинтересовываешься какой-то темой и поглощаешься в нее, ты начинаешь смотреть по-другому на все то, что тебя окружает. Когда ты только-только начал увлекаться минимализмом, лишним и ненужным тебе кажется все. Даже какие-то вещи, которые очень памятные, многое значат, которые ты сильно любишь. У меня, слава богу, немного вещей, об избавлении от которых я жалею, но они все-таки есть. А это значит, что важно не столько самоограничение, сколько прислушиваться к себе. Следующий пункт. Постоянные списки дел и режимы дня. Да, я люблю блокноты, люблю ежедневники, люблю все записывать. Но когда ты пытаешься каждый день укладывать свою жизнь в несколько пунктов, терзаешь себя за какой-то невыполненный, живешь только по графику, и внезапная встреча с друзьями ощущается как какой-то безумный стресс, это неблаготворно влияет на психологическое здоровье и вообще на развитие мышления и жизнедеятельность. Во всем нужна мера. Сейчас я не против режимов дня, не против графиков уборки, заранее выделенных дней для творчества, рисования, фотографирования, чего угодно. Но если в этот день ты чувствуешь, что на это нет сил, нет желания или еще какая-то причина, не лень, а причина, которую ты слышишь внутри себя, опять же прислушиваешься, то я легко могу это перенести и не буду себя теперь за это корить. А сначала все было очень плачевно. Третий пункт. Экономия и покупка только дешевого. Когда я сначала открыла для себя минимализм в 2014 году, мне очень хотелось, чтобы у нас, у меня были какие-то накопления. И я экономила на всем. Помимо того, что я выбросила все ненужное, лишнее, неносимое, неиспользуемое, когда я осталась без каких-то важных вещей, то, что я приобретала, было максимально дешевым, купленным по акции. Ну, то есть самое-самое экономное, самый экономный вариант. Это неплохо, но очень часто цена и качество соответствуют друг другу. И в покупках, даже если ты мегаэкономный человек и минималист, нужно все равно быть аккуратным и понимать, что если эта вещь, это устройство, что угодно, если это стоит копейки, то и прослужит оно, скорее всего, очень-очень мало. Следующий пункт. Отсутствие каких-либо запасов вообще. Сейчас я понимаю, как же удобно, когда, если заканчивается шампунь, у тебя уже в шкафчике есть другой, который можно открыть. Так с любой бытовой химией, так с какими-то маечками, с тем, что нужно менять, если нерегулярно, то достаточно часто через определенный период времени. И когда ты лишаешь себя всего и оставляешь только то, что тебе нужно на этот сезон, на эту неделю, только сейчас, то, когда этого не станет по какой-либо причине, не зависящей от тебя, ты остаешься без всего. И мы снова приходим к стрессу. Поэтому минимальные запасы, минимальную какую-то заполненность в кладовочке, в шкафчиках все-таки нужно иметь. Следующий пункт, пятый или шестой. Это минималистичный стиль в одежде. Черно-белое, серое, отказ от маникюра, отказ от какого-то необычного макияжа, от ярких цветов. Это все ужасно скучно. Я думала, что это выход для меня. Что как здорово, не нужно переживать о своем цветотипе, о подборке верха-низа, ни о чем. Весь гардероб серый, белый и черный. И замечательно. Нет, я прям чувствовала, как во мне затухает какая-то творческая искра. Потому что одежда, стиль – это тоже самовыражение. Иногда хочется быть яркой, иногда хочется быть необычной. И это все нормально. И это никак, как сейчас я выяснила, не пререкается, не нарушает минимализм и минималистичный образ жизни. Ну и самая последняя ошибка – это полный отказ от каких-либо вредных продуктов, вредной еды и алкоголя. Бесспорно, это все полезно. Но, опять же, быть в очень сильной зажатости на какой-либо встрече или вечеринке, хотеть раз в месяц или в несколько месяцев, или раз в полгода перекусить в каком-то фастфуде и насильно удерживать себя от этого. Зачем? Зачем эти душевные терзания? Маленькие и редкие слабости никак не нарушают вашу целостную картину личности, ваш образ, ваш внутренний мир и вашу силу воли. Если вы развиваетесь, если вы работаете над собой, то жить вот в этом постоянном отказе, постоянных ограничениях вредно. Вредно для того же самого, о котором мы уже упоминали, психического здоровья. Поэтому без злоупотребления, бокал вина, крылышко KFC редко, но иногда можно. И это тоже нормально. Как итог хочу сказать, что сейчас минимализм настолько гармонично вплелся в мою жизнь, к нему добавилось полное принятие себя, своих каких-то привычек, желаний, что сейчас я себя чувствую максимально естественно. И именно этого желаю всем тем, кто ищет себя, кто пробует новое и кто сейчас заинтересовался минимализмом. Спасибо, что посмотрели. Всем пока.